Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня я хочу найти киноляпы в фильме Зелёный слоник. Итак, первый киноляп начинается с того, как Пахом рассказывает историю Епифанцеву, и у него штаны такие, как бы, ну, светло-бежевые, знаете? А когда он уже производит сладкий хлебушек, так скажем, у него штаны уже камуфляжные. Откуда он взял новые штаны? Поменял их в галфакте, ему дал полковник новые штаны. Что ж, следующий киноляп тоже про Пахома. Когда капитан заставляет их танцевать яблочко, то у Пахома вдруг появляется, как бы, свитер чёрного цвета. А когда он снимал с пальто своё зелёное, то у него не было ничего, ну, он на голое тело одевал его. А когда он танцевал яблочко, у него уже был свитер чёрного цвета. Если вы присматривались к фильму внимательно, то вы должны были заметить. Что ж, ну, следующий киноляп находится в том моменте, когда, ну, братишку отправляют на работу, и он находится в своих штанах. А когда ему уже Пахом предлагают покушать, то Епифанцев уже без штанов спрашивается, откуда исчезли его штаны? Или полковник забрал его штаны для чего? Чтобы вытереть сардирами или что? Вот такой вот киноляпчик. Догадки уже строить придётся самим. Про эти штаны загадочные. Что ж, ну, а следующий киноляп находится в сцене, когда Епифанцев говорит Пахому, кто мы-то тут сидим, я один здесь. И когда он это разговаривает, ну, говорит эту фразу, то либо звонит у кого-то будильник, либо телефон у кого-то зазвонил за кадром. Не знаю, ну, вот такой вот киноляпчик. Ещё в моменте, когда Пахом рассказывал свою историю со своей дурой, как они поебались, то когда Епифанцев там говорил одна история, ну, ляп, утильная история, сейчас стены буду ебать, то, типа, ну, либо оператор, либо кто-то ещё засмеялся за кадром. Ещё один киноляп происходит тогда, когда полковник отдаёт чай капитану, и капитану чай не понравился, и он сказал полковнику, чтобы он пошёл в столовую, и такой чай ему, чтобы не приносили. И после этой сцены полковник сидит в своём офисе, или как так сказать, и что-то говорит, но мы это не сможем услышать, потому что просто звука нету. Но есть субтитры на английском языке, и мы можем узнать, что он там говорит. Он говорит, чай ему неси, обсирает капитана. Ну, я вставлю этот момент, субтитры, и вы прочитаете, что же говорит полковник у себя в кабинете, так скажем, когда кушает там капусту, или что он там кушал, и пил что-то, водку, или что он там пил. Что ж, ну и последний киноляп находится в том моменте, когда Епифанцев от злости уже начинает убивать начальника, и он его убивает монтировкой. Откуда, спрашивается, он взял монтировку, если у него ничего не было? Была только палка, когда он бил по хому, чтобы кто-то танцевал быстрее яблочко. Что ж, ну вот такие вот киноляпочки. Если вы нашли ещё какие-то киноляпы, то пишите в комментариях. Ну, с вами был Кралбекши ТВ. Всем пока.